всем привет друзья очень многие помнят это печенье из своего детства к сожалению не во всех семьях он сохранился до наших дней но я хочу поделиться с вами своим рецептом такой рассыпчатой и вкусной выпечки на завтрак такое необычное печенье можно приготовить для гостей она получается очень вкусным гости точно его оценят и будут просить его рецепт нам потребуется 260 грамма сливочное масло разрыхлитель или сода чайная ложка соль щепотка ванилем по вкусу один стакан сахара 6 столовые ложки майонеза мука около 600 грамма размягченное сливочное масло смешиваем со сахаром солью и ванилином сначала с помощью ложкой размягчаем затем перемешиваем миксером добавляем желтки перемешиваем добавляем майонез помешиваем с миксером до однородности высыпаем просеянные муку частями разрыхлитель или соду кашельные уксусом или лимонным соком вымешиваем тесто масса должна быть мягкой и не липкой это печенье необычайно вкусные и вы удивитесь насколько просто его можно приготовить в домашних условиях понадобится минимальный набор ингредиентов попробуйте вам непременно понравится и поделитесь рецептом уже на данном этапе видно что масса приятная на ощупь пластичная и нежная смотрим по консистенции и при необходимости вводим еще муки вмешивая до достижения однородности готовые тесто накрываем и отправляем в холодильник на 20 минут принимаем заготовку рабочую поверхность просыпаем мукой тесто делим на две части и скатываем каждую колбаску тесто делим на две части и начинаем Режем колбаски на порционные кусочки и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем при 180 градусах около 15 минут до золотистого, но смотрите по своей духовке. Оставшие печенье можете по желанию посыпать сахарной пудрой. Готовое печенье приложите на блюдо. В тесто вы можете добавить цедры лимона или измельченные орехи, тогда печенье получается с разными вкусами и ароматами. Вот такое печенье получилось. Оно ароматное, красивое и очень нежное на вкус. Отлично сочетается со кофе и чаем. Приятного вам чая питья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok